всем привет это хабаровском line и прямо сейчас мы подведем итоги года вспомним все чем запомнился нашему проекту 2019 и начать предлагаю с той чудовищной ситуации про белух и косаток которых держали в китовой тюрьме бухте средняя под находкой эту историю обсуждал весь мир а дело расследовала омвд по хабаровскому краю эта история началась в феврале когда журналисты выложили в сеть кадры из места пребывания 90 детенышей белух и 12 косаток их как выяснилось выловили незаконно для дальнейшей продажи в китай тогда на защиту мармлеков стал весь мир сотни тысяч людей подписали петицию за то чтобы выпустить животных море компанию по освобождению животных включились помело андерсон леонардо дикаприо и другие знаменитости потом был суд который решил освободить животных последнюю партию морских млекопитающих в охотское море выпустили в ноябре животные в итоге вернулись к шантарским островам где они и жили до своего заточения и кстати под конец года более 100 тысяч голосов собрано на сайте российской общественной инициативы в поддержку петиции за запрет вылова китообразных культурно-просветительских целях петиция которая набрала более 100 тысяч подписей должна быть рассмотрена правительством российской федерации что ж посмотрим а героем года мы хотели бы назвать одиннадцатилетнего мальчика из хабаровска бахтийора усмонова он спас своего друга который провалился в колодец с кипятком происшествие случилось 27 мая в переулке дежне пострадавший ребенок случайно наступил на доску которая чуть прикрывала черный провал колодца накануне там случился порыв коллектор заполнила горячая вода доска треснула под весом ребенка и он упал в кипяток бахтийор смог вытащить сверстника а потом позвал на помощь взрослых позже за спасение его наградили в совете федерации и полицейские которые пригласили лет через 15 работать в них такие герои в органах нужны не спорим в 2019 мы рассказывали про взбесившиеся колонки от amazon которые хихикали страшными голосами про умные ворота которые подписались на смс рассылку погода и анекдоты от одного из операторов связи но сильнее всего нас поразила история которая может сформировать настоящую сэлфи-фобию она про японскую певицу энну мацуоке история эта произошла в октябре дело в том что на 21-летнюю участницу поп-группы напала ее фанат 1 октября ее воздыхатель хобико сато зашел за ней в дом зажал рот полотенцем и начал домогаться девушка вырвалась хотя и получила травмы оказалось что ее поклонник узнал где живет певица внимание тщательно изучая отражение улиц в ее глазах на сэлфи согласитесь звучит и как начало хокку отражение улиц в глазах с другой стороны это ведь прямо жуткий триллер увеличив один из снимков он заметил отражение железнодорожной станции в глазах певицы сато нашел эту станцию с помощью google street view приехал туда и стал ждать мацуоку когда она вышла из поезда он проследовал за ней до дома по словам обвиняемого он также тщательно изучил и видео в соцсетях мацуоке частности на роликах из ее квартиры сато рассматривал занавески и угол падения света пытаясь выяснить где живет девушка а еще лично мне этот год в сети запомнился историями про котиков ну как котиков про весьма корпулентных представителей этого вида первая история про американского кота шлакоблока он страдает от ожирения и проходит программу похудения ветклиники одним из методов сбросить лишний вес были занятия на беговой дорожке на первом таком занятии шлакоблоку совсем не хотелось двигаться он просто сел в уголке и делал вот так вот лапкой именно это видео и принесло шлакоблоку мировой популярности теперь у кота есть свой канал в ютюбе где выкладываются все ступени его трудной борьбы с лишним весом ну и конечно просто невероятная история про кота виктора которую житель владивостока михаил галин решил провести в салоне самолета аэрофлота но ход не проходил по параметрам он на два килограмма был тяжелее чем нужно находчивый житель приморья нашел субтильного кота дублера прошел с ним регистрацию и затем поменял дублера на виктора в итоге толстокостный кот летел в бизнес классе но после огласки этой истории компания аэрофлот лишила михаила всех его накопленных миль а их было на секундочку около 400 тысяч ну то есть авиаперевозчик обиделся на михаила и решил вот так его наказать в ответ компании которые решили использовать этот случай для собственного пиара предложили михаилу бесплатное обслуживание в такси абонемент фитнес-зал и другие бонусы а сам михаил предложил аэрофлоту перевести аннулированные у него мили на благотворительность и кстати за два месяца кот похудел на пол килограмма в 2019 году интернет-пользователи какой только ерундой не занимались и не называли это челленджами например они пробовали 12 видов печенье орео ели лук на скорость девушки красились вслепую люди строили дома из пластиковых стаканчиков и делали много многое другое но нам запомнился первый челлендж 2019 это адель челлендж тогда певица адель объявила что уходит со сцены и хочет посвятить себя воспитанию сына вскоре после этого в социальной сети тик ток стала вирусным видео с мармеладными мишками в нем под музыку живого выступления адель с песни someone like you показывался один медвежонок которому подпевали множество других мишек и понеслось люди воссоздавали концерт адель при помощи пельменей винных пробок катушек с никто банкнот зефирок а жители владивостока записали видео с корюшкой мне очень запомнился этот челлендж вот есть нём что-то такое пронзительное 2019 пожалуй стал годом искусственного интеллекта и нейросетей разработчики используют возможности машинного обучения для решения разных задач и многие из этих приложений становится предметом для развлечения в сети помните как в июле моушен дизайнер александр курт объединил путина и трампа при помощи нейросети в качестве основы для ролика дизайнер использовал 26 секундный отрывок из речи трампа где он говорит о жестокости евросоюза по отношению к сша курт объяснил что сделал видео в качестве эксперимента а не ради политического заявления или еще одна нейросеть которую придумали в компании тимура бекмамбетова технология позволяет скопировать любой голос и произнести им что угодно чтобы его синтезировать нейросети должны проанализировать несколько часов аудиозаписи обладателя голоса и оцифрованный текст который он зачитывает в будущем благодаря сервису у нас появится возможность слушать романы льва толстого или стихи маяковского прочитанные ими самими сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной технологии наши инженеры обучили нейронную сеть говорить разными голосами теперь абсолютно любой голос может скопировать и произнести им что угодно а еще мы в 2019-м радостно сообща старели в сети используя приложение для состаривания фотографий фейсап лет по 30-40 внезапно прибавили михаил галустиан гарик харламов настасья самбурская и многие другие известные личности обычные пользователи вслед за селебрити тоже начали постить свои фотографии это приложение в 2017 создал выходец из яндекса ярослав гончаров а на западе фейсап попал скандал фильтр добавления привлекательности осветлял кожу темнокожим пользователям также некоторые опасались что приложение получает доступ к фотоальбому пользователя и создает огромную базу данных фотографий людей а под конец года стрельнула еще одна такая нейросеть bubble face который буквально за несколько секунд превращает любую фотографию картинку из комикса создатели подчеркнули что обучали нейросеть на основе рисунков художников bubble пользователи тут же начали прогонять через этот сервис гигабайты фотографий восторгаться или шутить над полученным результатом и да опять же звучали голоса тех кто опасался что создается некая база данных фотографий звание экстремал года мы хотим присудить хабаровчанину алексею пыхову в 2019 откуда он только не прыгал среди покоренных им в уходящем году вершин вулкан мерапи в индонезии самый высокий небоскреб владивостока отель в кусане за что экстремалу пришлось заплатить штраф 5000 долларов и 72 метровый дом в лаосе увлечение у алексей очень опасно повторять такое не стоит но вот все равно какая-то гордость что ли берет за хабаровчанина ну а напоследок я предлагаю вспомнить необычную акцию которую устроили хабаровчане в марте 2019 года почему именно ее да потому что это креативно красиво и немножечко грустно разноцветный косяк рыб и огромного белого медведя городская молодежь закрепила прямо на льду амура напротив утеса арт-объект из органических материалов группа активистов готовила несколько дней акцию они назвали извини это наш косяк а потом рыбы уплыли в море вместе с льдинами сущности также как и на льдинах последних дней декабря уплывает наш 2019 что ж на этом все таким 2019 запомнился проекту хабаровск онлайн это наш последний выпуск не знаю как вам а мне с вами было круто и весело желаю вам удачи в новом году и да не забывайте ставить хэштег смотри хабаровской делиться своими фото видео интересными новостями пока пока а